здравствуйте мои друзья подписчики сегодня хотела бы затронуть такую тему как профилактика гриппа его последствий и осенью посмотрев канал доказательная медицина который ведет софья даринская на которой я вам очень рекомендую подписаться я взяла себе для себя на вооружение схему профилактики и сегодня хочу с вами поделиться также мой многолетний опыт лечения простудных заболеваний вирусных без антибиотиков и прививок дает мне уже уверенность что действительно можно быть здоровыми всей семьей и очень хочется чтобы мамочки которые смотрят мой канал друзья моего канала взяли себе на вооружение некоторые методы с тех что использую я давайте мы разберем что же такое гриб да как он действует наш организм состоит из клеток все наши клеточки имеют оболочку вирус попадая в наш организм садится на клетку и начинает ее разрушать а точнее и оболочку проникая вовнутрь разрушая клетку сам вирус делится размножается и начинает атаковать следующие клетки во время размножения а так он сталкивается конечно же сопротивляясь темностью организма и таким образом мутирует почему собственно сам не прививки от гриппа очень неэффективны ему ноги по этому поводу пьют тревогу так как одна из причин также некоторые рекомендуют сразу во время заболеваемости гриппом начать прием антибиотиков что абсолютно неправильно так как сам антибиотик помогает только при вторичной инфекции а именно когда вирус гриппа разрушает клетки на их месте образуются рана и там заводятся болезнетворные бактерии во время лечения антибиотиками при вторичной инфекции болезнетворные бактерии они погибают но может прийти другой как сказать вам может прийти другая проблема это еще и антибактериоз у нас же в организме есть еще и полезные бактерии мы антибиотиков не только болезнетворных уничтожаем но и полезных таким образом появляется абсолютно пустое пространство которое заполняется как правило опять болезнетворными бактериями потому что они чаще всего быстрее всего размножаются и вот оттуда идут осложнения и все проблемы поэтому лечение нужно проводить очень обдуманно грамотно и стараться чтобы она проходила без осложнений как же сделать так чтобы вирус гриппа не разрушил клетку и и мембрану тут нам да софья даринская дает схему для этого нам нужен антиоксидант вещество которое предотвращает разрушение клетки этим веществом в организме выступает витамин c пополнять витамин c мы можем с помощью обычного аптечного витамина покупаю как для взрослых так и для детей схему нам софья даринская дает для взрослых я вам ее сейчас зачитаю для детей я вам расскажу как я принимала их применяла эту для своих детей витамин c схема следующие два дня по 2 грамма витамина c в сутки еще два дня по одному грамму витамина c в сутки и 3 дня по 500 миллиграмм витамина c в сутки принимать в момент легкого недомогания а именно когда понизилась настроение без видимой причины головокружение легкая дискомфорт усталость раздражительность либо когда у ваших близких уже кто-то заболел гриппом среди вашего окружения вот такой вот метод что даже я действовала вы можете на канале софья даринская найти ее контакты и вам рассчитают дозу для вашего конкретного ребенка под возраст под вес я своим детям давала следующим образом обычный ревит маленькие витаминки c я давала в первые дни по 6 штук 3-4 дня где-то так последующие дни я давала 5-4 витаминки в день так где-то до 10 дней эта схема очень действенная действительно мы осенью у меня ребенок один только заболел я как бы сразу не уследила все-таки за своим организмом то проще ты чувствуешь себя а вот когда ребенок часто уже когда появляется температура к недомоганию же серьезное тогда мы замечаем я в тот момент начала давать витамин c всей семье и получилось так что ребенок у меня выздоровел все нормально без последствий а все остальные дети так и не заболели сейчас со второй волной гриппа мне такая же ситуация была у меня одна дочка заболела и в момент этого заболевания начала снова про передавать пропивать витамин c то есть опять эта схема сработала остальные все остались здоровыми но мои двое детей которые болели один из них первый раз 2 2 раз схема и лечение следующие травяной чай как правило дается обязательно малиновое варенье и обязательно мед это то что я даю все остальное нам больше ничего не понадобилось и как бы нас даже насморк не начался вот у дочки и насморк не кашель мы ничего такого не получили то есть побочных эффектов у нас не было поэтому если эти побочные эффекты есть в виде насморка мы обычно применяем соленый раствор воды я уже рассказывал на своем канале есть видео посмотрите плейлист про здоровье и как чьи завариваю что в эти чаи ложу также есть у меня видео вообще конечно ромашка вот в мае начнет цвести мая и июнь смотря у кого какой регион обязательно собирайте и что обязательно должно быть еще шиповник дома малиновое варенье это то что должно быть у каждой матери дома это сто процентов все остальное уже так можно зверобой там душица там любые травы там мята милиса мята агрессивная достаточно трава милиса очень хорошая трава для малышей особенно для грудничков будущем может быть буду еще записывать видео именно на тематику которые будут помогать вашей семье быть здоровыми так что мамочки принимайте это к сведению и вперед будьте здоровы